Риск любой ошибки при строительстве жилья по госпрограммам должны нести застройщики, исправлять допущенные ошибки и недочеты в указанные сроки. Важно не только распознать дефекты, но и добиться их своевременного устранения. Люди продолжают жаловаться на недобросовестные строительные компании, которые не выполняют законные требования и всячески затягивают эту работу. В Акимате заверили, с каждым нарушителем разговор будет короткий и жесткий штраф и лишение лицензии. Гражданин, когда получает ключи от квартиры, он подписывает застройщикам дефектный акт. В этом дефектном акте он вправе указать все недостатки получаемого жилья, вплоть до ручек дверей. То есть, если при пусконаладке или там иных работах была течь и повреждены там стены, пол, линолем и так далее, то гражданин при получении жилья, он по гарантии имеет право восстановить указанные недостатки. Сейчас в очереди на жилье в Шемкенте стоит порядка 50 тысяч человек. В этом году ключи от квартир должны получить больше тысячи человек. Арендам с жильем обеспечат очередников из списка работающих молодежь. При этом в Акимате просят не верить мошенникам, требующих деньги за продвижение очереди. Говорят, в системе определения жилья человеческий фактор исключен. Технический там человек, а якобы мошенник, он не может зайти, убрать очередь и поставить там другого. Такого нет? Нет, никак не может. Да, действительно, имеется такие факторы, когда граждане становятся жертвами мошеннических иных лиц, которые за определенную плату обещают продвинуть очередность, помочь реализовать их плав по получению жилища. Но данные действия, они не соответствуют действительности и носят мошеннический характер. Потому что, во-первых, как я ранее говорил, арендное жилье, оно предоставляет исключительно в порядке очередности. Гражданин может хоть ежедневно проверять свою очередность, делать скрины этих списков и ознакомиться у нас в управлении, либо же вот посредством СМИ с планами управления по распределению жилищ. Допустим, если человек состоит по категории многодетные семьи, там 300 или там 320, на текущий год у нас план 351 человек обеспечит по данной категории. То есть он автоматически входит уже в число получателей арендного жилья. А по льготным кредитным программам бронирование осуществляется только на сайте от посты банка через СПП-ключи. И бронирование также оно осуществляется без участия человека, то есть роботизировано. И по результатам окончания бронирования робот, он выдает результаты конкурса. Скоро в Шемкенте стартует запуск новых жилищных программ. Среди прочих, второй год действует программа Камкор. Она доступна шемкентцам, которые не относятся к специальным категориям. Это врачи, медсестры, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники, которые работают в частных организациях. В список также попали работники сферы культуры и спорта и журналисты. Первоначальный взнос по кредиту составит 10%, а годовая ставка 5%. Далее она будет снижаться. Программа рассчитана только на тех, кто не имеет собственного жилья. Шудин Сейдов, Талгат Абдинабиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании Отерар.